Приветствую вас. Вопрос касается вранья. Вранья в отношениях по мелочам и автор вопроса спрашивают, почему человек брет в таком, если понимает, что это ударяет по доверию, а соответственно и по отношению. Ну и что же хочется сказать? В первую очередь, наверное, хочется сказать, что доверительные отношения выстраивают оба человека. Оба. Два, а не один. Второе, что хочется сказать, то, что доверие базируется на своем собственном доверии себе, но никак не на каком-то, ну, не знаю, поведении другого. То есть вот эта история, история про то, что чтобы я доверял нужно, чтобы человек вел себя каким-то определенным образом, но вот эта история, она, к сожалению, является деструктивной. Потому что это недоверие. Это больше ожидание, это больше попытка на человека опереться, вот. Про гамбруль опять же, но самое главное, самое, самое главное, это, конечно, про недоверие себе. Вот это самое главное. То есть самое главное здесь то, что вы не доверяете сами себе, что вы не доверяете сами себе. Что вы тревожны, что вы почему-то пытаетесь это контролировать. И по итогу находитесь в постоянном напряжении. А чего вы боитесь? Зачем вы ловите своего молодого человека? Какая разница, в тот он или нет? Чего вы боитесь? Что, по вашему мнению, вам угрожает? Вот в этом месте, в месте, где вы переключаетесь, значит, себя на него, от его действий зависит ваше состояние, ну, ваше благосостояние и так далее, и так далее. И возникает вот эта вот точка напряжения. Вот. Вот такая вот история. Поэтому необходимо учиться доверять себе, возможно, работать с самооценкой и со страхами, чтобы ситуация разрешилась. А не молодого человека пытаться, пытаться понимать и пытаться его разбирать. то, как это вы делаете сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. До встречи по моему. Слушайте, живы приTwитре. Пути по моему, You구� скурил... ...